Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok А ведет эта дорога и к северо-клухорскому каскаду озер, которые расположены на высоте около 3000 метров. И первое из них, и самое нижнее, известное нам всем, форельное озеро. Это остаточное озеро, огромного большого озера, которое находилось вот здесь вот, на этой троговой долине. Потом это озеро в результате эволюции, оно деградировало. И вот несколько таких вот остаточных озер здесь осталось. В частности, вот Туман-Лыкёль, который является жемчужиной этого района. Очень интересно, рано утром над озером образуется шапка из густого тумана высотой в полтора метра. Видимо, оттуда и название Туман-Лыкёль, что в переводе с карачаевского означает «туманное озеро». Расположено оно на высоте 1900 метров над уровнем моря. Но в последнее время в нем появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличивается органическая масса в составе воды. Но в мае 2022 года сошли лавины, и озеро выглядит не так, каким мы привыкли его видеть. Прекрасное форельное озеро в Гуначхирском ущелье. Излюбленное и часто посещаемое туристами место. Если навестить его сейчас, то можно наблюдать вот такую печальную картину. Форельное озеро или, как его еще называют, Туман-Лыкёль, сейчас больше напоминает болото. Что же случилось на самом деле с озером? Это естественный процесс. Это озеро лавинного выбивания. Ежегодно здесь сходят лавины, потому что его опоясывают крутые склоны, которые, особенно в зиму большого снега, а это зима этого года, была зимой как раз большого снега. На противоположном склоне видно, что склон совершенно не поврежден. То есть озеро выбито не селевым потоком, а выбито снегом. По лоткам можно их посчитать. Две, три, четыре и еще с восточной стороны пять, шесть лавин одновременно сошли, и они все сошлись на озере. Это бывает практически каждый год? Это бывает каждый год, но оно не выбивается так полностью. Лавинный снег сходит, и он остается на поверхности озера, на льду. Лед не проламывается. А вот такие явления, вроде как создается впечатление катастрофического явления, на самом деле это не так. Они повторяются через определенный промежуток времени. Последнее, вот при моей памяти, последнее такое вот аналогичное явление наблюдалось лет 20-23 назад, когда озеро было точно так выбито, точно так было захламлено. Ну, потом оно приобрело свои прежние очертания. Скоро форельное озеро восстановится и будет очень чистым, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. А еще он рассказывает, что здесь ступенчатое расположение рельефа. Нижнее, вот это долинный рельеф, дальше идет каровое образование в виде такого полуоткрытого цирка, замкнутые хребтами, небольшие кары, на дне которых транспортируется осадочный материал и реки. Вода это водосборные бассейны, и первый из них после Троговой долины это каз, которого наблюдается. Язык ледника Хакель. Сказочно красивый ледник. Он очень один из самых низких ледников в заповеднике. Он опускается до высоты где-то 2200 метров, 2100 метров. Тоже сейчас интенсивно отступает. Ну, порядка 87 метров в год он отступает, этот ледник. Моментально после его отступления происходит биологическое освоение. Появляется первая растительность, которая формирует почву, и начинают развиваться субневальные, а затем альпийские и субальпийские ландшафты, рассказывает Вячеслав Валентинович. Для этого кара также характерны и ледники-перелетки. Небольшие леднички, которые тают, деградируют и формируют водную среду этого кара. Затем следующий кар. Это уже Большое Клухорское озеро. Огромное Клухорское озеро. Считалось до недавнего времени, что оно самое глубокое в заповеднике. На самом деле нет. Самое глубокое – это Муруджинское озеро. А Большое Клухорское озеро глубиной 39, где-то с половиной метров максимально. На дне этого озера скальный панцирь. По берегам каменные отложения, которые вклинивались в озеро в результате камнепадов. Озеро огромное, протяженностью 300 метров и отличается своим величием. Южнее этого, в сторону Клухорского перевала расположено еще одно озеро. Оно недавно освободилось. Почему? Потому что оно все время находилось под снегом. Оно было подвержено влиянию вот этих снежных лавин, и в течение круглого года оно было закрыто. Но недавно в результате, видимо, потепления климата, где-то в 60-х годах прошлого, это озеро начало в летнее время оттаивать, и оно просматривалось. Сейчас оно уже более выражено. То есть уже там оно оконтурино даже берегами, на которых отсутствует снег. Выше Большого Клухорского озера расположено еще удивительное одно озеро, которое образовалось недавно. Буквально в конце прошлого столетия Восточно-Клухорское озеро, которое расположено на высоте около 2900 метров. Где-то 2 900 с лишним метров. Начал отступать сенсивно в конце прошлого столетия. И вот с начала 2000 года этот ледник отступил на 450 метров. Соответственно, на такое же расстояние увеличилось само озеро. Оно такое удлиненное озеро. Но оно безопасно. Оно закрыто мощным скалистым ригелем. И прорыв этого ригеля практически невозможен. И вот сочетание озера с ледником, кстати, ледник продолжает таять. И вот отслаивающиеся от ледника льдины, они создают такое, знаете, волнообразное проявление на этом озере. И находиться там достаточно опасно. А вот когда мы промеряли глубину озера, то сорвался такой ледник, и лодку прямо подбросило на высоту до 3 метров. В результате вот обвала этого ледника. Парельное и еще все четыре прекрасных высокогорных озера. Большое Клухорское, Малое Клухорское, Восточно-Клухорское и озеро Орючат, с которого берет начало река с одноименным названием, изучили сотрудники РГО. И когда их обследовали, выяснили, что живые организмы почти отсутствуют в этих озерах. Но обнаружилось там... Когда мы обследовали Восточно-Клухорское озеро, вот это вновь образовавшееся озеро, то в результате гидрохимического анализа обнаружилось там значительное присутствие алюминия. Содержание его в воде, оно даже превысило предельно допустимой концентрации. Для вот такой воды естественного происхождения. Ну, видимо, район, где находятся эти, значит, соединения алюминия. Ну, может быть, они как раз вот и материнской породе, железо, алюминий. Ну и вот такое явление. Сочетание озер с роскошными летниками, многообразием растительности, создают неповторимые ландшафты и привлекают сюда туристов. А это сегодня объект. Это запасы чистейшей воды, наши запасы, да? Да, эта вода, она очень близка к абсолютно чистой воде, бездисциллированной. Мягкая по своему содержанию. Присутствие здесь каких-то включений, связанных с наличием органических соединений, незначительных. Ну, практически отсутствует. Продегустировать ее можно в этой речке, да, по которой вы сказали? Можно, да. Поднимаясь для ленивых. Ну, вы знаете, вот человеческий организм все-таки привык к воде с содержанием солей. Карбонатных солей, там, всевозможных и даже и солей органических соединений. Ну, а вот такая чистая вода, чистая, ну, она приятная, да, она освежает. Но для здоровья человека, который привык не к таким чистым водам, она может быть даже неблагоприятна. Это места героических сражений, овеянные, не меркнущие славой советских воинов и скорбью о тех, кто погиб в неравных, ожесточенных боях, но не пропустил на Черноморское побережье немецко-фашистских захватчиков. Память о воинах, павших при обороне Клухорского перевала, будет вечно жить в сердцах людей. Аладинаева, Расул Бердиев, Али Бастанов, ЮЕСТИ, Горочево-Черкесия. Добрый хорек Тимофей, невозмутимый хамелеон, необычно большой паук и привлекательная жаба, и не только. Что еще можно увидеть на жуткой интересной выставке из Нижегородской области? Это мы узнаем из репортажа Альбины Ламковой. Вместе с учащимися коррекционной школой она направилась в торговый центр «Панорама» на четвертый этаж. А вот что было там интересного и что восхитило детей, мы сейчас и узнаем. Доброе утро, Альбина! Доброе утро! Сегодня мы находимся в гостях на жутко интересной выставке. На ней можно не только познакомиться, но и подержать в руках любое понравившееся насекомое или рептилию, прибывшую из дальней страны. Познавательным это утро стало и для детей с коррекционной школы Черкеска. Организаторы жутко интересной выставки пригласили их на бесплатную экскурсию. Приветствовал гостей известный мультяшный герой Лунтик. Сразу у входа детей разделили на группы. Часть отправилась в планетарий. Они погрузились в увлекательное космическое путешествие. После того, как мы покинули газовых гигантов, все, что лежит на наших пути, состоит из корневневых пород. А тем временем другая группа начала знакомиться с уникальной выставкой «Голограмм». Дети забросали экскурсовода вопросами, так как представленные работы их впечатлили. Как настоящий выглядит. Стоит перед тобой настоящий. Темы выставленных «Голограмм» разные. Можно увидеть и миниатюру, и танцующую балерину, и воина, и животных, и даже картину духовного содержания. Тем временем, не теряя ни минуты, у входа в другой зал экскурсовод Настя обратила внимание детей на хищные растения. Я думаю, что подробно есть в битке. Она не ядовитая. То есть ничего с нами плохого не случится. Расянка питается также муравьями, фруктовой мошкой и также комарами. Потом посмотрели на бабочек. Большая часть их в коконе. Внимание детей привлек скорпион. А богомол их умилил. Он маленький, но у него пять глаз, а ухо у него одно. Будет еще расти до шести сантиметров. Он не страшный, поэтому у всех возникло желание подержать его на руках. Впервые в руках держишь богомол? Питаются вообще практически всем, что смогут удержать в своих лапах. Плоть до змей, ящериц, крыс, мышей. Естественно, такой маленький будет питаться какими-нибудь муравьями. Пока часть ребят рассматривала богомола, другие уже завершили свое путешествие по космосу. Что интересного вы узнали и что нового? Было интересно и такое ощущение, что мы были в космосе самом и смотрели это все своими живыми глазами. Это все настоящее было. Особое внимание привлек хамелеон. Многие считают, что хамелеоны изменяют окрас в зависимости от окружающей среды. Ученые с этим не согласны. Их исследования показали, что изменение их цвета зависит от настроения, от температуры. И делают они это еще для того, чтобы успокоиться. И даже, чтобы пообщаться с обитателями окружающего мира. Как и многие другие ящерицы, хамелеоны являются хищниками. Основу их рациона составляют разные крупные насекомые. Не прочь подкрепиться листьями и плодами. Особенно они любят мандарины и апельсины. Могут поедать черешню, вишню и виноград. Многие факты из их жизни ребятам рассказал экскурсовод. Но и сами дети охотно дополняли ее. Обожаю хамелеонов. Бывает невидимым и красноцветным таким бывают. Ну, он когда боится, может менять цвет. Мухов любят. Да, хорошее настроение. В общем, все зависит от эмоционального настроения. Паук-птицеед скромно встретил гостей. И, несмотря на свои размеры, он очень стеснителен. На вас внимания даже не обратите, потому что он сам боится. Знакомство с жизнью насекомых, а также рассказ о пользе и вреде для человека и окружающей среде всегда воспринимаются детьми с большим интересом. Они любят эту тему. Вы знаете, наши дети очень любознательные, очень интересные. Они с каждым днем, у них больше энтузиазм и хотят увидеть много нового, чего они не видят каждый день, что-то необычное, неизведанное. Поэтому мы решили посетить эту выставку. Ребята на выставке никого не боялись. При знакомстве с каждой букашкой дети умилялись. Непременно ее гладили и кормили при возможности. Вот и пара ящериц не осталась без внимания. Поворачиваясь к каждому из детей, рептилии как бы приветствовали их. Абсолютно безобидные вещества, никакой прежний человек не укусит. И смотря на то, что у них есть наладители, шипы такие красивые, но из них потрогать они очень мягкие. Сережа Хрякин много знает о жизни насекомых, рептилий и животных. Это его любимая тема. Кого ты держишь в руках? Вот этот, красавец. Ну, знал, как зовут? Эйвлифах. О питании. Что ты о них знаешь? Таких любимых ящериц, как камуфляжные, это, как и напоминает, леопард. Леопард. Вообще, он хорошо видит меня. Хотел бы себе завестить такого друга дома. Нет, только кот зовут буржуй, рыжий. У меня есть такого. А ящерицу не хочешь? Ну, я, он, буржуй, он будет бояться только. Ребята, вы впервые видите вживую краба? Да. А что вы о них знаете, о крабах? Что они могут сильно очень понравить. Да, а еще что? А где они обитают? Море, море, океаны. За камнями могут большими быть. А чем они питаются? Мясо. Вообще, крабы населяют практически все уголки нашей планеты, да? Ну, естественно, исключительно морской, но есть и пресноводные крабы. Настя, насколько, вы думаете, познавательно интересна беседа вот детям? Много ли вам вопросов задают они? Ну, детки действительно задают очень много вопросов, но они сами достаточно умные. Без внимания и, скорее всего, самым полюбившимся персонажем и героем выставки стал еще один зверек. Сегодня всех детей на экскурсии встретил хорек. Его зовут Тимофей. И несмотря что он злостный хищник, он очень добрый. Любит поспать и общаться с людьми. Тимофей начало выставки проспал. Он проснулся почти к ее завершению. И сразу стал общаться с детьми. Чем я очаровал их. Бегать, шкодить и играть – это его любимое занятие. В общем, ему нужно привлечь к себе внимание. Тимофей – невероятно любознательный и общителен. А Тимофей вам понравился? Да. Любит побегать, поиграть. Придете на такую экскурсию? Еще раз, да. Конечно, на жутко интересной выставке каждое насекомое, рептилия и животное вызывает большую симпатию. Есть и те, которые вызывают и опаску. Каждое из них можно сделать героем и говорить о нем часами. Так как все обитатели мира уникальны и заслуживают особого внимания. Дети это понимают. Поэтому у всех отличное настроение. В завершении экскурсии по жутко интересной выставке Шамат Лукашаова вручила ее организаторам благодарственные письма от руководства коррекционной школы Черкеска за доброе и внимательное отношение к их учащимся. Спасибо вам за познавательную экскурсию. Мне директор поручила передать вам благодарственные письма. Спасибо большое. Мы тоже были рады вас сегодня всех видеть. Надеемся, что вы придете к нам еще раз. Росгвардия выпустила первый детский комикс про защитников граждан сказочного мегаполиса Дубрава. По сюжету в городе уже долгие годы живут, трудятся и уважают права друг друга хищники и травоядные. Но безмятежное сосуществование мирных зверушек устраивает не всех. Для борьбы с врагами, которые всячески пытаются расшатать порядок, построенный многими поколениями честных дубравчан, была создана Лесгвардия. Надежный щит и опора для жителей Дубравы. С увлекательным сюжетом комикса зрители познакомят короткий видеоролик, доступный для просмотра на официальном сайте Росгвардии. Федеральная налоговая служба приглашает сегодня на публичные слушания по мерам поддержки бизнеса. Мероприятие состоится в 15.00 в формате видеоконференции и по адресу Черкес, Красноармейская, 70. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Фонд Академии российского телевидения объявляет прием работ для участия в 21-м всероссийском телевизионном конкурсе ТЭФИ-регион. Условия участия на сайте ТЭФИ.РУ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова